Слышание, слышание, это такое я слышу, я осознаю, я понимаю, я вижу внутренним взором. Вот к этому мы и ведем, потому что так дальше жить нельзя. Вот это злоупотребление, вот это как бы потребление постоянной природы, там лесов, все только берем, 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 ну как у матери, берем, берем, надо научиться отдавать. И смысл всего этого начала, вот этой выставки, это научиться отдавать природе то, что она нам дает, а мы должны возвращать, любовью, просто посылом каким-то. А потом еще родиться, вот елочки, желуди здесь, да, всем подарки, чтобы каждый ребенок с мамой посадили у подъезда еще где-то по елочке, чтобы начали понимать, что природа имеет, вы знаете, я вот заметила, животные, они понимают язык людей, а люди не понимают язык животных. Как так вышло? Деревни, они слышат, они понимают, а люди их не понимают. Вот наступил, наверное, такой период в жизни человечества, не просто будущих вот этих детей, или мы вообще тут останемся без ничего, или дети научатся слышать и видеть природу. В этом смысл вот всего происходящего. И я надеюсь, что этот первый шажок будет толчком к тому, чтобы у детей проснулось это ясное слышание. И оцените, пожалуйста, вот я так понимаю, это финалисты, да, работы финалистов. Не все еще. Не все, но тем не менее, вот оцените, как ребята вообще талантливые, с фантазией, креативом. Я сейчас скажу одну вещь. Среди детей нет без таланта. Они все талантливые. И каждый ребенок, весой, деревце или животное, выражает это через свой внутренний мир. Взрослые потеряли это, дети не потеряли. И поэтому все, что они рисуют, даже каракули какие-то, когда они рисуют просто абстрактивно, они вносят энергию своей души на этот листочек. И это начинает тоже отдавать, да, лучить. Вот нам так говорят, получить. Получу идти, да. То есть они вот лучат картинки, и мы получаем тогда. И идем получу. Поэтому все картины, детские рисунки, я считаю, что они порой, знаете, есть такие художники, я их много знаю, которые очень хорошее мастерство, изумительное. Но нет вот этой живой чего-то, такой искорки. Вот у любого ребенка может не быть мастерства, но есть искорка. Эта искорка может потом разгореться в пламя. Поэтому все рисунки здесь, находящиеся, ну, достойны того, чтобы эти дети достойны того, чтобы их родители и вот еще люди двигали дальше. По пути любви к природе, по пути соединения с природой, понимаете? Поэтому все это нельзя, вот, знаете, делали очень тяжело, гран-при, там, выделять это лучше, это хуже. Мы не знаем, мы не знаем наших детей. Они же сверху к нам приходят и как бы нас туда поднимают. Вот поэтому каждый ребенок – это такое ангельское создание, в котором внутри есть что-то, что позволяет ему выложить на бумагу вот эту искорку своего внутреннего мира. Вот перед этим надо склоняться, не перед мастерством. Мастерство – дело наживное. Да, согласна. Спасибо огромное. Всего доброго. Елочку можно, да, взять?